Ну что, всем привет! С вами Саня и сегодня у нас на обзоре гольф седьмого поколения. 2019 год, 1,5 бензин на метане. А что такое метан? Насколько это экономно, насколько это безопасно? Нам сегодня расскажет хозяин этого автомобиля, он про него знает все. Андрей, говори, проверим. Давай что-нибудь поговорим, проверим. Вот это мой гольф седьмой, обычный заурядный гольф штатный, вообще которых тысячи миллионов штук. Привет, Саша. Здравствуйте, все остальные. Расскажи нам, что такое метановый гольф. Говорят, что они там взрываются, говорят, что нет заправок в Беларуси. Вообще, что такое ездить на метане, насколько это экономично, выгодно и стоит ли оно того? Оно того стоит и очень большого стоит. Заправок есть, их полно, к ним нужно просто привыкнуть. Если один раз вдохнуть метана, ты к нему через три дня привыкаешь и дальше ты понимаешь, что эта тачка, непонятно почему, про нее никто не знает. Но она, по моему уму, она вставляет любую электрическую машину по дальности входа, по экономичности, по удобству. И, в принципе, на ней ездить гораздо комфортнее и удобнее, чем на всех этих, черт возьми, электрических машинах. Мой гольф это обычный заурядный гольф, которого мы видим на дорогах общего пользования 7 раз в час или 12 раз в 5 минут, они разного цвета ездят. Но единственное отличие, что мы можем видеть, это, Саша, подходи сюда, если открыть вот эту штуку, то у нас там две дырочки. Это очень важно. Вот когда две дырочки, это седьмой гольф 1.5 TG. Вот тогда это абсолютно другой автомобиль. Наверняка всех интересует, сколько жрет, сколько прет. Основные его характеристики и все прелести в чем? Метан. С 19-го года Volkswagen добавил один баллон, их стало три, их общий объем стал 100, если не ошибаюсь, 17 литров примерно. Это на обычной заправке стало влазить в него 25-27 кубов метана. Добавился баллон, добавился запас хода. Этот автомобиль теперь на полном баке по трассе. Летом хочет, прямо каждый раз после заправки, он хочет на нем проехать 550-500 километров по трассе спокойной езды. Шпарка езды агрессивной по трассе 450 свободно проезжает. И у него есть свой родной бензиновый бак. Он 10 литров, это не даст нам нигде заглохнуть, и мы будем всегда в пути. Мы ничего не ждем, мы едем, едем, и этот гольф не останавливается. В данный момент полный бак стоит в белорусских рублях 25 белорусских рублей. Вот она дуть с нуля до полной плешки. В российских рублях это полный бак, там метан, как правило, на 20% дешевле. В российских рублях, там в России обходится полная заправка 500 российских рублей. И он хочет в России кушать 1 рубль российский на 1 километр. Под капотом у нас с 2019 года пошел мотор 1,5. Раньше все ваги были 1,4, они чуть-чуть добавили объема, поменяли. Только в 2019 году это стал 1,5. И добавили лошадей, стало 130 лошадиных сил. Везде до этого было 115. И добавился еще раз, я упоминал запас хода. Двигатели, мне кажется, они сделали, никто про это не знает, но знаем только мы, что они вечные, эти двигатели вечные, они не ломаются. Читал, перечитал весь интернет, что-то там все в нем усиленное. Валы усиленные, клапана усиленные, поршня усиленная, все там сильное. Метановая машина с пробегом 300, ну, я считаю, что это прошла только обкатку. Если на ней 500-600, на ней еще можно ездить и ездить. Это двигатели, ну, реально миллионники. Но в нашей компании этих машин там около десятка уже. Пробеги есть и 700, и 800 тысяч. И все они каждое утро заводятся, и до вечера работают, и вечером выключаются. Никаких нету ни признаков, что они хотят куда-то отойти в мир, но и все с ними хорошо. Если заглянуть в багажник, то в машине с метановой машиной мы не найдем баллонов. Мы даже заглянули в салон, их там тоже нету. Их здесь нет, потому что инженеры, которые вот там за границей сидят, они их спрятали снизу. Они их спрятали снизу, мы их не видим, они нам не мешают. Их там два, и еще где-то маленькие. Их найти могут только на сервисе, надо поснимать кучу защит. Снаружи это обычная штатная машина, которая ничем не отличается от других автомобилей гольфов. Ни капли не вызывает сомнений о безопасности этого автомобиля. Все оно там лежит в штатных местах, ничто нигде не шипит, оно не воняет, оно не взрывается. Ни один баллон сюда не установлен в наших гаражных условиях, который ездит автомобиль, и у них горит постоянно чек. Если только приоткрыть багажник, видно, что здесь вместо запаски есть выпуклость, а под этой выпуклостью снизу есть вогнутость. Так вот, в той вогнутость есть два основных баллона, и где-то там еще есть третий. Собственно, в этом и есть все отличия. Штатный автомобиль с заводским ГБО работает отменно. К вагам прикрепилась история, что где-то когда-то были какие-то баллоны, у кого-то там что-то не пошло с ними не так, но это все было давно. Это все давно, мне кажется, я делал запрос по вину, уточнял на один из кадиков, по-моему, про отзывные акции. Все эти машины были вопросны только до 2013 года выпуска, а их там по гарантии все отозвали, каких-то производителей баллона и заменили. После этого все с ними хорошо, и ничего не происходит. Штатно все надувается и все ездит. Субтитры создавал DimaTorzok Что, ребят, немножечко рекламы. Также мы занимаемся перевозками, трансфер в Европу, по Беларуси, в России. Нужно кого-то перевезти, отвезти, достаясь груз, вас с вещами перевезти. Все это можно сделать. Ссылочка в описании. Переходите. Вот на таких вот больших комфортных автомобилях все это происходит. Что касается ездовых качеств этого автомобиля, то, на мой взгляд, он рулится. Мне кажется, это не 300 лошадей, которые с полным приводом, но это маленькая гонка на метане. Удивительно держит дорогу и провоцирует даже иногда немножко погонять. То есть, поставляет удовольствие. В нем явно есть намеки на такую небольшую спортивность. Еще есть одни из прелестей. Это тех людей, кто не очень умеет ездить на механической коробке передач, которая здесь воткнута. Он сам подгазовывает на первой передаче. Если включить первую передачу и начать поехать, он сам поддобавит оборотов и машина не глохнет при трогании. Да, если захотеть посмотреть, что нам пишет бортовой компьютер, то вот мы сегодня на нем уже проехали 338 километров с момента пуска. Наш расход составил 5.6 метров кубических в белорусских рублях. Это, в принципе, и есть 5.6-5.5 рублей сегодня этот автомобиль потребил на 100 километров. Если посмотреть за длительный период, он у меня ел в смешанном цикле 6. И еще что-нибудь, посмотри, с момента заправки. Вот он прошел уже 115 километров. И еще он хочет проехать на нем 380 километров. Если сложить эти две цифры, то мы получим, вот он этой зимой хочет проехать 500. И он проедет, если я сейчас выйду по Кольцевую и поеду, куда глаза глядят. И в чем отличие от автомобилей на электрической тяге, то, что я в начале ролика говорил. На нем можно доехать в Москву. Для меня это самое большое, как бы, большой критерий, чтобы сесть с утра, завести автомобиль, нажать на кнопку и закончить через 8 часов свое движение. И на этом автомобиле это можно сделать. Заправки есть. Если ехать в Москву, можно остановиться в Борисове, это через 100 километров. Можно остановиться в Ворше, это через 200 километров. Можно остановиться в Смоленске, это через 350 километров. И дальше они есть в Москве. Вот мы и приехали. На каждой заправке я потрачу 10 минут времени. Мне не надо будет сидеть там пить кофе часами, мне не надо есть хот-доги, мне не надо жевать жвачку. Вот. Это полноценный автомобиль, которым можно проехать тысячу, можно проехать две, можно поставить багажник на крышу и доехать в город Сочи, например. И я не испытаю нигде сложности, я нигде не застряну, нигде не буду искать режим рекуперации и быстрой зарядки и шнурок. В чем отличие заводского ГБО, если посмотреть на наши приборы, то инженеры Volkswagen вставили два кружочка. Один показывает уровень топлива на газу, второй показывает уровень топлива в бензиновом баке. Все оно-то дружно вместе математически складывает, все суммирует и никак мы не можем вмешаться в этот процесс работы. Все происходит автоматически. Автомобиль всегда едет на метане. Когда заканчивается метан, он переключается на бензин. Что касаемо заправки, мы приехали в автомобиле Golf. В чем удобно, мы всегда на газовой заправке заезжаем передом. Наша задача подружить шланг с штуцером заправки газа. Защелкнуть быстросъем и повернуть ручку в положение открыто. Опа, защелкнулась. Ручку в положение открыто. Документы на метан взяли с собой из машины. Это техпаспорт и поверска на 5 лет. Собственно, в этом процесс заправки наш и практически закончен. Все, нас позвали. Наша задача сбросить избыточное давление в шланге. Это из положения в открыто сброс, отсоединить быстросъем и закрыть окошко. Дальше оплата, не забыть документы. И мы свободны. Что, закончили мы заправку. Полный бак метана. Это 25 белорусских рублей. Проедем мы на нем, если по трассе 500 километров. Если будем в городе и вокруг города ездить, мы проедем 400 километров. Ну что, ребят, вот такая вот у нас получилась увлекательная история про метановые машины в Беларуси. Конкретно про Гольф 7. Так что пишите в комментариях, что вы думаете, ваш опыт эксплуатации метанового топлива в Беларуси. Да и в принципе, какие у вас были истории. Все пишите в комментариях. Все, что вы думаете по этому поводу. А также не забываем подписываться. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok